Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Предлагаю вам связать косу, самую быструю, самую простую, наверное, из всех, какие только вообще возможны. Для работы нам понадобится декер, желательно четырехугольный, но такой декер есть не у всех, поэтому можно брать обычный трехугольный, который есть в комплекте к любой машинке. С одной стороны буду делать косу на четыре иглы, со второй стороны на три иглы, чтобы вы посмотрели разницу. Со стороны, с которой мы будем отворачивать косу, можно оставить одну иглу в заднем положении, для того, чтобы была четкая дорожка. Итак, с трехугольной декер сняли три петли на трехугольный декер, поставьте в переднее положение, чтобы с них не слетели петли, и все, что я делаю, разворачиваю декер. И надеваю петли обратно на иглы. Четырехугольный декер тоже самое, ставьте в переднее положение крайние иглы, чтобы петли с них не слетели. Снимаю петли на декер, разворачиваю его и надеваю обратно на те же самые иглы. Поднимите язычки, чтобы легче было провязывать. И не меньше шести рядов, если меньше, будет очень плоско и стянуто. Больше четырех петель, к сожалению, нам не развернуть полотно. Меньше трех будет такая невнятная косичка, поэтому три-четыре иглы оптимальная коса. Сняли, развернули, надели. Ваша задача только выполнять разворот, не путая его вправо-влево, для того, чтобы коса была в одном направлении перелита. Просто, быстро, эффектно. Смотрите наши уроки, вяжите как мы, вяжите лучше нас. Ваша Наталья Некрасова.